Привет всем! Официально состоялся выпуск DXVK 2.0, поэтому я хотел бы совсем немного прокомментировать это событие в дополнение к предыдущему ролику. GPL в DXVK позволяет подготавливать шейдеры Vulkan, в то же время когда игра подготавливает шейдеры для DirectX. То есть если раньше у DXVK не было выбора, и эта подготовка могла начинаться только во время вызова на отрисовку, то теперь всё по большей части зависит от того, какие решения принимали разработчики игр при их написании. И как не трудно догадаться, включать подготовку шейдеров во время отрисовки кадра – это всегда плохая практика. А обычные пользователи сталкиваются ещё с одним параметром, по которому они могут узнать неприятную правду о качестве давно любимых ими игр. Но тут уж как говорится, счастье в неведении. Тем не менее, как понять, работает ли GPL на вашей локальной машине, если заранее известно, что какая-то интересующая вас игра может работать с этим должным образом? 1. Драйвер видеокарты должен поддерживать по крайней мере основное необходимое расширение Vulkan. Для NVIDIA это проприетарные драйверы, начиная с 520-й ветки. Здесь повышение системных требований касается Kepler'ов NVIDIA, поскольку в официальных драйверах для них NVIDIA прекратила поддержку Vulkan 1.3. Для AMD видеокарт, использующих MESA, похоже, нет проблем с поддержкой для прежних архитектур, которые поддерживают Vulkan 1.2. Нужен Vine 7.6 или выше. Также сборки, основанные на Proton 7.0 от Valve, тоже должны работать. Я уточню у разработчика MESA, DXVK и Apache Vine, и еще у основателя и главного разработчика DXVK, Vulkan Loader, что поставляется в дистрибутиве, не обязательно должен быть самой свежей версией. Собственно говоря, отладочный худ DXVK поможет гарантированно понять, работает ли GPL на вашей машине. Должна появиться новая строчка, шейдеры. Если ее значение больше, чем единица, то все работает и далее все будет зависеть от игры. При старте игры и прогрузке уровней теперь могут происходить подготовки шейдеров. Опять же, явно об этом говорит отладочный худ XVK, когда прямо на глазах продолжает непрерывно увеличиваться количество подготовленных шейдеров. Без отладочного хода понять, что происходит подготовка шейдеров, можно с помощью средств мониторинга состояния системы. Процесс игры будет заметно нагружать вашу CPU, в то время как игры не могут нагружать современные процессоры на полную. Крайне мере, хочется верить, что нагрузка во время нахождения в основном меню не должна быть близкой к 100%. Также стоит отметить, что кэш шейдеров на диске сразу после первого включения игры будет занимать довольно много места, поэтому придется уделять внимание тому, что максимального размера кэша по умолчанию будет не хватать, и весь кэш, превышающий лимиты, будет автоматически очищаться. Например, кэш NVIDIA для Overwatch сразу после первого включения занимает 1.3 гигабайта при стандартном лимите в 1. И напоследок напомню, что для игры на популярных игровых движках возможно вручную включить предварительную подготовку шейдеров. Например, это можно сделать для игр на Unreal Engine 3, 4 или 5. Хотя без вмешательства со стороны самих разработчиков игры это не может полностью гарантировать устранение статтеров от компиляции шейдеров, поскольку для должной работы игр подобные вещи должны управляться и адаптироваться ими. Это и значит разработка игр. Ну а на этом у меня все. Будем ждать обновления Meza и затем уже наблюдать за отзывами от блогеров и не только. Всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok